Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире Смотрите сегодня в информационной программе темы дня Наша команда здесь в полном сборе И Левченко, и Коновалов, и Локоть, и Клычков Мы здесь заключили целую серию очень важных свобождений Встречи, переговоры и поиск решений Делегация КПРФ принимает активное участие В работе Петербургского международного экономического форума Власть по-прежнему считает мусорную проблему Что это нечто второстепенное Ну подумаешь, экологи, побунтуют, пошумят и успокоятся Россия тонет в мусоре Сможет ли страна освоить науку правильной переработки отходов? Мы не только доказали, что самолеты, которые летают, не мешают пловцам Но мы еще должны были доказать, что пловцы не мешают самолетам После двух лет судебных тяжк в совхозе имени Ленина Восстановлено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Открытие запланировано на следующий год Легкие столицы в опасности Под угрозой частичного уничтожения оказался национальный парк Лосийный остров Через него собираются вести автодорогу Дублер Щелковского шоссе Кроме того, здесь должны появиться несколько жилых комплексов Москвичи опасаются, что это приведет к экологической катастрофе Подробности у Кристины Голицыной На улице Вешних Вод собрались жители района, которых волнует дальнейшая судьба парка Начать строительство домов на территории Лосиного острова пытались еще три года назад Тогда Министерство природы оштрафовало застройщика за нарушение правил охраны природных ресурсов На протяжении длительного времени компания не могла получить разрешение на строительство ООО «Гранд Некст» фирма-застройщик и владелец этого участка Просила согласовать Минприрода и получила 9 апреля 2018 года отказ Несмотря на это, 30 июня 2018 года МОС «Стройнадзор» выдает разрешение на строительство на этот объект Из состава национального парка планируют изъять около 140 гектаров леса Проект предусматривает строительство дублера Щелковского шоссе и новых жилых комплексов Мы находимся вот здесь практически, вот на карте видно в центре Лосиного острова, с трех сторон Лосиный остров И здесь планируется 4 небоскрева Вот здесь вот планируется 4-х полостное шоссе, куда люди будут ехать Они утром будут вливаться в пробку в районе улицы Вешних Вод Москвичи требуют проведения проверки законности застройки национального парка Люди уверены, если власть не озаботится судьбой парка, на месте большой лесной зоны появятся каменные джунгли Кристина Голицына, Красная линия Одна из самых серьезных экологических проблем в современной России – кризис в сфере переработки мусора В течение последних трех десятилетий власть практически не занималась этим вопросом Год назад президент поставил задачу создать работающую систему переработки отходов в течение ближайших шести лет Но эксперты сомневаются в том, что это возможно В июне 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что в России до 2024 года будет построено 200 мусоросжигательных заводов На это планируют выделить 296 миллиардов рублей, из них 108 – из федерального бюджета Вся программа рассчитана на строительство 238 заводов При этом речь безусловно идет не о каких-то керосинках, которые только ухудшают экологическую обстановку при сжигании отходов А речь идет о предприятиях самых современных с новейшими технологиями Прошел ровно год, что изменилось 1 января стартовала так называемая мусорная реформа И по всей стране начались протесты против введения непомерных коммунальных поборов Жители Российского Севера, Ярославской, Архангельской областей, Республики Коми протестуют против ввоза на их территорию московского мусора На железнодорожной станции Шиес в Архангельской области, где столица хочет складировать свой мусор Уже полгода стоит палаточный лагерь активистов Жители проводят митинги и акции протеста Ситуация в Шиесе только ухудшилась до последнего времени То есть вот сейчас туда, ну у нас по последним данным вообще введен ОМОН То есть там ОМОН фактически людей, скажем так, задерживают, людей разгоняют Идея вывозить столичный мусор в регионы сама по себе возмутительна В Москве ежегодно образуется до 5,5 миллионов тонн твердых бытовых отходов Это примерно 1,5 отходов всей страны На митингах люди с гневом говорят о столичных мусорных оккупантах Требуют от властей всерьез заняться проблемами экологии Власть по-прежнему считает мусорную проблему, что это нечто второстепенное Ну подумаешь, экологи побунтуют, пошумят и успокоятся Эти ребята вообще разучились работать Они не умеют созидать Они умеют только или разрушать, или паразитировать на том, что было создано в советские времена Зато мусоросжигающие заводы, о которых говорил Путин год назад, еще даже не начинали строить На недавней встрече с президентом министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин сообщил, что идет работа по проверке 20 проектов мусоросжигающих заводов Их финансирование может начаться до конца года Сколько же десятилетий уйдет на возведение обещанных Путиным 200 заводов при таких темпах? Задача построить 200 заводов в течение 2-3 лет, она невыполнимая для нынешней власти, даже если будут деньги В ходе упомянутой прямой линии Путин сказал, что в советское время мусор почти никогда не утилизировался Его якобы просто сваливали на так называемые полигоны А вот факты говорят, что в СССР процент вторичной переработки твердых коммунальных отходов составлял около 20% Действовало более 5000 пунктов сбора вторсырья Мы собирали макулатуру, мы собирали металлолом, мы сдавали стеклотару и прекрасно получали определенную денежку С детьми, вот я ребенком ходил, сдавал бутылки и спокойно мог купить себе и мороженое, сходить в кино И в общем-то достаточно было для меня это приятным занятием То же самое макулатура, которая собиралась с школьниками, вот у нас работала В той же Германии перерабатывается более 60% отходов Работают пункты по приему пластмассы, батареек, баллончиков, поддержанных автомобилей Слушайте, а почему нам не ввести опять же то же самое, сбор пластика Почему не компенсировать, денежку давать людям, как всегда, из того же стекла Это действительно даст вовлечение действительно народу Это будет не кроме моральных, кроме неких агитационных стимулов, еще будет и материальных У нас, как всегда, стоит его величество прибыль, понимаете ли Для небольшой группы, кстати, лиц, ведь для того, чтобы нужно же вовлекать и средний, и малый бизнес Давать ему стимулы, в том числе и государственные, налоговые стимулы, для того, чтобы они занимались этим Господствующий в России капитал ставит во главу угла обогащение любой ценой Благополучие страны его не интересует И поэтому острые проблемы редко разрешаются в интересах простых людей Мусорная проблема – не исключение Оксана Ветцлер, Красная линия Выпускники Южно-Уральского госуниверситета, обучавшиеся по специальности пилот, лишены летных свидетельств Таковы результаты проверки Генпрокуратуры При расследовании авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье Ведомство обнаружило, что второй пилот лайнера получил диплом именно в ЮРГУ Позже выяснилось, что ВУЗ не имеет аккредитации на обучение пилотов Коротко о других новостях в стране Задержаны еще три участника драки в Красногорском районе В результате которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин Сейчас в деле фигурирует уже семь человек Никита Белянкин погиб в ночь на 1 июне Он попытался разогнать группу людей, которая избивала мужчину В счетной палате заявили, что ошибок в докладе о зарплатах медработников нет По итогам прошлого года большинство российских регионов действительно не выполнило указ президента о повышении средней зарплаты медикам Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова назвала эти данные ошибкой Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для решения проблемы с водичей багажа Ранее Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи со сложившейся в Шереметьеве ситуацией 52% россиян заявили о том, что дружат с представителями других вероисповеданий Об этом говорится в исследовании в ЦИОМ У 64% опрошенных есть друзья других национальностей 84% респондентов сообщили, что дружат с людьми, которые значительно старше или младше их В Северной столице проходит Петербургский международный экономический форум В пятницу в его рамках прошла встреча лидера КПРФ Геннадия Зюганова с председателем Компартии Китая Си Цзиньпинем На встрече обсудили вопросы расширения сотрудничества и обмена опытом Делегация КПРФ активно участвует во всей деловой программе Петербургского форума Более 12 тысяч гостей из 140 стран мира съехались в Северную столицу На один из самых статусных в России международных экономических форумов ДКПРФ – это главная площадка с точки зрения и заключения соглашений и обобщения опыта Наша команда здесь в полном сборе И Левченко, и Коновалов, и Локоть, и Кулычков Мы здесь заключили целую серию очень важных соглашений Мы с Китаем сегодня установили не только стратегические отношения А с Компартией Китая у нас подписан меморандум В соответствии с которым лучшие наши кадры И депутаты, и молодежные лидеры, и журналисты И руководители наших регионов работают напрямую Там немало проектов, которые позволяют нам успешно развиваться Геннадий Зюганов отметил, что в России тоже есть успешные предприятия Одно из них – совхоз имени Ленина Одной из ключевых задач является защита народных предприятий Сейчас на совхоз имени Ленина Грудинина, который является лучшим в стране Идет рейдерская шестая атака Я надеюсь, что мы сумеем отбиться Народное предприятие совхоз имени Ленина сейчас переживает сложные времена Но и в этой ситуации хозяйство продолжает развиваться и достигать новых успехов В поселке совхоза полным ходом идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Этот проект должны были закончить еще в 2018-м Но стройку заморозили на полтора года А право на завершение работ совхоз получил через многочисленные суды Эта груда больших и маленьких элементов из нержавеющей стали Ничто иное, как произведение технического искусства Их под заказ создали и отлили на одном из металлургических предприятий Европы Скоро эти разрозненные детали превратятся в единое целое Огромные чаши для нового бассейна, который заработает в совхозе имени Ленина Геометрия самих чаш выполнена закругленной формой То есть это особенность Российское производство у нас еще не готово пускать такие чаши, такой конфигурации В самом здании практически все готово к установке чаш Бассейнов будет три, детские два взрослых В завершающей стадии прокладка инженерных коммуникаций А вот сердце нового спортивно-оздоровительного комплекса Системы водоподготовки и очистки бассейнов смонтированы И готовы начать работу в любой момент Обслуживающий персонал здесь будет занят два человека То есть проверка качества воды Вот стоят установки, которые берут пробы воды постоянно Проверяются То есть и соответственно автоматически все будет регулироваться Трехэтажный спортивный комплекс в совхозе ждали давно Строительство растянулось на многие годы Причина бюрократическая волокита С которой пришлось столкнуться руководство предприятия Последнее время совхоз подвергается колоссальному давлению Одного только разрешения на продление строительства Пришлось добиваться через суды в течение двух лет Мы не только доказали, что самолеты, которые летают, не мешают пловцам Но мы еще должны были доказать, что пловцы не мешают самолетам До абсурда дошло Завершение строительства в следующем году Здесь будет фитнес-зал, массажный кабинет, банный комплекс Работники совхоза вместе с детьми смогут посещать спорткомплекс бесплатно Людмила Михайлева, Станислав Коваленко, Красная линия Российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в Восточно-Китайском море Маневры судна едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов» Командование Тихоокеанского флота России заявило протест руководству авианосной ударной группы ВМС США Коротко о других новостях в мире Тереза Мэй ушла в отставку с поста лидера консервативной партии В то же время она останется в должности главы правительства, пока партия не выберет нового лидера Этот процесс должен начаться 10 июня Акции против Дональда Трампа достигли Ирландии Тысячи человек вышли на улицы Дублина, чтобы выразить протест против визита президента США на Изумрудный остров Демонстранты запустили в небо надувную куклу, изображающую Трампа в образе младенца В Сантьяго акция протеста чилийских учителей закончилась столкновениями с полицией Демонстранты выступают против реформ в системе образования Они потребовали не исключать историю, физику и искусство знания из обязательной школьной программы В Китае отметили один из главных национальных праздников Дуань Удзе Его празднуют, как правило, в пятый лунный день по лунному календарю Отсюда и еще одно название – праздник двойной пятерки Обычно в этот день устраивают гонки на лодках драконов К юбилею великого поэта В Москве прошел музыкально-литературный вечер «Памятник Пушкину. Русский народ» Его организаторами выступили Всероссийское созидательное движение «Русский лад» и Центральный комитет КПРФ Праздничный концерт прошел в Театре Российской армии На входе гостей встречал оркестр И все желающие могли станцевать вальс перед началом торжества На вечере, посвященном юбилею Александра Пушкина, с приветственной речью выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов Он отметил, что творчество поэта всегда было посвящено борьбе за человечность и подлинную свободу Мы с вами каждый день боремся за справедливость и свободу Мы желаем, чтобы новое поколение было глубоко образованным Но уверяю вас, сегодня бы Пушкин призвал всех бороться за справедливость, за социализм, за дружбу и братство народов Вечер продолжился вручением дипломов и подарков участникам Всероссийского творческого фестиваля «Русский лад» Его главная задача – поддержать творческих людей, которые живут в глубинке Номинация «Песня фольклорного и этнического жанра» победил народный коллектив фольклорного ансамбля «Берегиня» Из города Тамбова руководитель Груцкая Татьяна Ивановна Выступающие говорили о том, что Александр Пушкин является воплощением русской культуры Он был истинным патриотом русской земли Он был знатоком и певцом русской души Он был ярким выразителем русского духа И он был светочем счастливого будущего, светлого будущего нашей Родины Со сцены звучала классическая музыка, песни, произведения великого поэта Артисты исполняли романсы на стихи Пушкина На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин